Добрый день! Добрый день! Представьте, пожалуйста, кто вы, как вас зовут, откуда вы приехали, а потом мы с вами поговорим. Да, ну что сказать, приехала из Калининграда, с Прибалтики, но здесь моя малая родина. Сама я родилась в деревне Нерядово, но училась я в Барпасаде, в первой средней школе. Вот вся моя юность, все мое детство прошло здесь. По этой дороге вот ходила с Нерядовой зимой пешком в школу. Вот так вот. Сколько лет? Школа-то вот туда? В первую школу. А, в первую школу ходили. В первую школу, да. Как вас зовут? Ну, была по-девичьей Борзова Зинаида Михайловна. Сейчас я ширяю вот Зинаида Михайловна. Зинаида Михайловна. А в каком возрасте вы уехали из Мариинского посада? Уехала я, когда мне было 20 лет. Это случилось сколько лет тому назад? Ой, ну сейчас мне, я не буду говорить, сколько лет. Ну это до 2000. Ну, 50 лет тому назад, считайте. И за 50 лет вы ни разу не были в Мариинском посадке? Нет, я приезжала, приезжала, у меня тут родственники, мама, тут мои родители были, сестра. Да, да. Как часто? То есть у вас есть уникальный опыт того, что вы... Могу сравнить. Да, сравнить, когда я была вот еще девочкой, ребенком и сейчас. Как-то тогда вот, когда ребенком была, ну, у нас в Мариинском посаде, он же у нас купеческий город. И были дома, вот, как вот, допустим, вот такой вот, с резными окнами, с давнями, очень красивые все вот. Как-то это все не замечалось. А вот сегодня я приехала, вчера гуляла по городу, сегодня гуляла по городу. Мне вот очень больно вот так вот видеть, что наш город... Хотя я вижу, он преображается, но хочется вот, чтобы этот вот купеческий облик, вот эта вот индивидуальность, вот эта вот сохранилась. Прям вот это вот у меня прям огорчает, что немножко... Переживаете. Да, и переживаю, переживаю, да. Хочется, хочется пожелать, чтобы администрация обратила внимание, чтобы вот, может быть, она и знает, ну, может быть, какие-то возможности у нее нету, и не знаю. Но чтобы вот была цель, вот, сохранить вот это вот купечество наше. Купеческий дух, купеческую атмосферу. Вот эта вот архитектура, вот эта вот, потому что это вот нигде нет, это очень редко. Так же вот, вот я хочу сказать, в Калининграде, вот у нас был, господи, замок. И вот все... На острове, который этот... Нет, на острове, на острове его сохранили, все. А другой вот, господи... Ну, ладно, да. Ну, все жалеют, что его не сохранили, а взорвали. И построили дом советов, а теперь вот он... Будут его убирать. А, это тот знаменитый дом советов, который с мордочкой? Да, 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 да. Ну да, там планов куча, что с ним делать. Да, вот так вот. Также хочется, чтобы Морфосад наш сохранил вот этот вот облик. И еще. Это боль наша пристань, это любовь. Это вот без этой пристани как-то вот город не смотрится. Я не знаю, может быть, какой-то вот... Конечно, его не вернешь, но что-то нужно такое вот. Ну, не то, что было бы какая-то тут маленькая пристань такая невзрачная. Нет, 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 что-то другое. Откомментирую, что вы пристань имеете в виду старый красивый дебаркадер. Который двухэтажный, белоснежный, тоже резной такой. Да, 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 на фотографии он остался. Да, вот без него как-то Мариинский Посад не смотрится. Я с Калининграда все время смотрю и слежу за Мариинским Посадом, потому что это моя родина. Мы собираем какие-то интересные, красивые истории. Вот нам недавно рассказывали, как нашли клад в Краеведческом музее. С него сохранили чашечку, вот там чашечку нам покажут. Потом есть человек, который ищет подземные ходы, постоянно находят люди какие-то монетки. А какие у вас есть воспоминания того времени, что вы, ну, яркие, красивые картинки прошлого? Я прошлого, я хочу сказать, если я жила в деревне Нерядово, это где-то вот 7 километров, по-моему, от Нерядова. И там звоз, звоз назывался Пугачевский. То есть это Пугачев строил эту дорогу. Вот поэтому по этой взвозу мы ходили в Мариинский Посад. И вот перед нашим домом, видимо, они как проходили, я не знаю, как-то провалилась земля и цепь. Такая прям вот, знаете, вот шириной, прям вот такая вот толщиной. Мы всем классом тащили. И потом мы в огороде нашли рюмочку. Ну, тогда была я маленькая. Типа она позолоченая была какая-то. Ну, куда она делась, я не помню. Вот это вот. Очень большое спасибо. Очень любим такие истории. Вот такое вот в детстве моем было. Ну, конечно. Это такие вкусные истории. Вспоминания. С такой тайной прошлого. Они вдохновляют. Люди ищут клады, ищут до сих пор. Как-то мы были на тот момент как-то далеки от этого вот всего. Что можно сказать, пожелать Мариинскому Посаду доброго, обращаясь к жителям? Что бы сказать? Вдохновляющего такого. То есть мы поняли, что сохранять нужно наследие, надо купеческий дух и атмосферу. А теперь такого вдохновляющего, чтобы люди поняли, что... Чтобы у них сохранилось это желание. Вот. И я все время смотрю, вот у меня даже есть в Одноклассниках, я все время смотрю, тут концерты проходят. Вот здесь на площади я это все наблюдаю. И Вашакатуй когда-то смотрела на берегу Волги, тоже смотрела. Ну, у меня связь-то есть. Желаю, чтобы в таком духе все сохранялось. И еще последняя маленькая просьба есть. Я всех, кого снимаю на камеру, прошу признаться в любви к Мариинскому Посаду. Ну, и это даже говорить тут нечего. Это моя тут родина, моя любовь. Это все. Да, я понимаю. Но потом я монтирую много-много. Я прошу, вот, я люблю Мариинский Посад. Сказать спокойно. Это моя родина. Я, конечно, люблю свою родину. Это Мариинский Посад.